По тем временем так получилось, понимаешь, вроде бы мы с тобой встречаемся регулярно, но так получилось, чтобы месяц не обсуждали нашу региональную песочницу. Почему? Потому что было, две недели назад встречались, обсуждали 20 января, и это было абсолютно правильно, абсолютно логично. Это была дата, которую нужно было обсудить. И вообще я люблю, ты знаешь, исторические даты и отсылки, потому что все мы это пережили, и нужно зафиксировать это для этой истории. Но что происходит здесь и сейчас? Общие соображения по армяно-азербайджанскому треку, потому что там так много всего произошло, что я не хочу в мелочи сейчас даваться. Общие соображения, а потом уже будем детализировать. Ну, дело, общие соображения, какие у меня могут быть. Последний наш разговор, на самом деле, был в конце прошлого года, и тогда я так выглядел и являлся таким пессимистом, который говорил тебе, что все очень плохо, шансов на подписание соглашения я не вижу, и говорил, что поезд уходит, и Армения, я думаю, что не успеет скачать этот поезд, и окно возможностей для Армении, скорее всего, уже закрылось. Но с тех пор прошел месяц, и я о своих взглядах еще более утвердился. Более того, вот последнее заявление Пашиняна буквально на днях, что, а может, подпишем факт о ненападении, это отдельно можно обсудить, насколько это серьезно, это можно расценить заявление. Но оно примечательное тем, что он фактически подтвердил, что возможности подписать реальное какое-то соглашение о мирной или о нормализации отношений сейчас уже нет, и именно по этой причине он хочет его заменить хотя бы пактом о ненападении, что выглядит достаточно несерьезным, потому что есть важные причины, которые не позволяют нам сейчас подписывать мирный договор. с Арменией, причина крови-то самой Армении. Но если эти причины есть, они одновременно делают невозможным подписывать какое-то другое соглашение. В двух словах, по треку открытие коммуникации ситуация ясна, они твердо стоят на том, что Зангизурской коридору они открывать не будут. Есть такая притча, когда напали на крепость, и потом выясняют, что почему крепость не отстреливалась, у них же пушки. И им отвечают, что, вы знаете, есть 10 причин, почему мы не отстреливались. Ну, какие 10 причин? Ну, первое, у нас не было пороха. Ну, говорят, ну, хорошо, это даже остальные 9, можно уже не перечислять. И когда мы говорим о коммуникациях, о планах вот этого самого армянского перекрестка или перекрестка мира, который я в твоей передаче сразу сказал, что это фильтемограмма, это как Марио, который собирается ограбить банк, там, этот мультик. Ну, вот сейчас выясняется, что они нам не открывают Зангизошский коридор, а это означает, что никакого перекрестка мира не будет, на это есть 10 причин. И первая причина, они не открывают Зангизошский коридор. Дальше уже все перечислять уже и не надо, потому что, если они не открывают Зангизошский коридор, значит, мы не открываем никакие дороги и коридоры другие там. А если мы не открываем, то Турция тоже не открывает, да. И поэтому обо всем этом мечтах можно забыть. По границам то же самое. Они тянули это 3 года по демонстрации границ. Помню, что это на передаче у тебя впервые рассказал, по-моему, никто об этом не говорил, что на самом деле я был помощником президента, и у меня был доступ ко всем закрытым документам, потому что я был и помощником по национальной безопасности в том числе. И я видел своими глазами, держал в руках больше 20 вот этих карт, которые касались фактически демаркации границ между Азербайджаном и Арменией в советское время. Это тоже никто об этом не говорил, я говорю. Не знаю, как между другими республиками. Но между Азербайджаном и Арменией, может быть, в связи с тем, что были исторические какие-то притязания, споры, все и так далее, но между Советской Социалистической Республикой Армения и Советской Республикой Социалистической Азербайджаном на протяжении примерно 10-15 лет в советское время полномоченными организациями, институтами картографии, геодезии и картографии, которые были и в Армении, и в Азербайджане, и в головной институте, был в Москве, была проведена та самая настоящая демаркация границ, которую мы сейчас думаем, что надо с нуля начинать. В советское время она практически была завершена на 90%. Она состояла из этих отдельных карт, они по участкам брали, согласовывали и подписывались по теме и армянская сторона, и азербайджанская сторона. А это не карты 1975 года? Я так сказал, когда Филькинг ходил 1975 года. Этот процесс продолжался 10-15 лет. И на 90% это все было, границы уже все были зафиксированы в советское время. Еще раз говорю, в советское время фактически была проведена демаркация и дельмитация границей между республиками советскими Армении и Азербайджаном. Это отражено в официальных документах, подтвержденных с двух сторон, подписанных. И только через год, после того, как я рассказал тебе об этом твоей передаче, если я не ошибаюсь, вот глава армянской комиссии по переговорам, которые сейчас как раз таки и в эти дни происходят, опять на границе. Герой Григорен. Он впервые сказал армянской прессе, что есть около 30 фрагментов этих карт. То, что я тебе говорил в передаче «Больше 20», он это назвал около 30. Он тоже говорил о том, о чем я тебе рассказывал. То есть, если бы был нормальный подход с армянской стороны, мы бы давным-давно сели бы, если бы они не выдумывали карту 1975 года, клуба генерального штаба и так далее, и так далее, да. Мы бы давным-давно сели по этим уже подписанным документам по участкам. Что это повторяю? На 90% работы была тогда уже завершена, оставались последние несколько сот километров из вот этой огромной армянно-азербайджанской границы. Но все равно они вот разговорами про какие-то метафические карты и это тоже процесс. Затянули. Договор о мире, сейчас выясняется дело, что Михаил Пашинян, во-первых, не имеет права его подписывать. Потому что в Армении действует закон, запрещающий армянским официальным лицам подписывать какой-то договор, предусматривающий, что Карабах в составе Азербайджана. Этот закон действует в настоящее время. Это первое. Во-вторых, то, что Никол Пашинян ссылался на Алматинскую декларацию и целый год был огромный пиаж, что Никол Пашинян сделал такой важный шаг. Он согласился впервые с армянской стороны, что на основе Алматинской декларации будем определять границы и признаем территориальную целостность друг друга. Об этом радостно говорила Европа в Литейшальном Мишеле и Макрона, об этом радостно говорил Госдеп, все западные газеты. Мы очень терпеливо молчали, ждали, чем это кончится. Пока. И нам, кстати, в упрёх ставили, а почему вы не подтверждаете и не говорите то же самое и всё и так далее. И вдруг выходит на свет Божий во время правления Ливона Трепетросяна был его помощник, пресс-секретарь Ливон Зурабя. Он ходит на Божий свет и говорит, что а мы не понимаем, Пашинян как может ссылаться на Алматинскую декларацию. Мы же его подписали с оговорками, мы же в него внесли изменения, поэтому оговоркам мы теперь целостность Азербайджана не признали. Пашинян сделал удивленное лицо и сказал, что какие оговорки? Я ничего не знаю. Насколько я знаю, во время заседания вот этого в Алмате армянская сторона никаких оговорок не поднимала. Если есть оговорки, пусть представят. Но они представили. Оказывается, в парламенте Армении, когда утверждалась Алматинская декларация, было внесено 10 оговорок. Десятая оговорка касалась именно этого вопроса. И по десятой оговорке, с которой Армения приняла Алматинскую декларацию, гласит, что не только республики 15 Советского Союза, но автономии, которые успели провести референдум, объявить о своей независимости, они тоже, как самостоятельные государства, могут присоединяться к СНГ. И Леон Зурабьян это представил, армянская пресса напечатала, Леон Зурабьян сказал, что мы подписали Алматинскую декларацию, мы признаем Терцел Азербайджана без Карабаха, а Карабах как самостоятельное государство, которое успело уже провести референдум, может наряду с Азербайджаном тоже вступать в СНГ. Представляешь, Пашинян целый год моросил всем голову. Я не верю, чтобы он об этом не знал, потому что у него есть свои службы, есть юридический отдел, его представители, члены его партии возглавляют сейчас парламент Армении. Этот проект с оговорками лежит в архиве этого парламента. Есть депутаты, которые сейчас жили, которые в то время были депутатами, сейчас депутаты, они голосовали за эти оговорки. Оказывается, целый год Пашинян морочил голову и Вашингтон, и Брюссель, и всем международным сообществом, что на основе Алматинской декларации он готов признать Терцелс Азербайджана, хотя в Армении это ратифицировано с оговоркой, что они Терцелс Азербайджана не признают, и Карабах не в составе Азербайджана. В общем, и мирный договор он не может подписать, потому что у них есть такой закон, и не может ссылаться на Алматинскую декларацию, потому что они приняты с оговоркой, да, и вот Азербайджан сейчас фактически говорит Армении, что слушайте, наведите порядок в своих документах и Конституционной системе. У вас в Конституции преамбули говорится, ссылка на декларацию независимости, а в декларации независимости говорится уже о том, что Нагорный Карабах и Армения воссоединились, как уже свершившийся факт. У вас Алматинскую декларацию, вы приняли с оговоркой, что Карабах не составит Азербайджан. У вас есть закон, который запрещает Николу Пашиняну подписывать с нами какой-то договор мирный, где Карабах признается Азербайджан, включая Карабах. Проведите домашнюю работу, почистите все это, уберите это из своих документов. Нам нужен не мир с Пашиняном, нам нужен мир с государством Армении, с армянским народом, армянским обществом. Пашиняна сегодня есть, завтра его нет. И пока они не наведут порядок у себя вот в этих документах, его подпись ничего не будет стоить. Даже он не имеет права подписывать хотя бы закон, который запрещает подписывать договора, где Карабах составит Азербайджан. Они даже это еще не денонсировали. Поэтому мои вот тут пессимистические ожидания, которые у меня были, они все на мой взгляд подтвердились. И еще раз повторяю, сам призыв Пашиняна, чтобы хотя бы пакт о неопадении подписать. Это говорит о том, что все серьезные документы, на которые рассчитывали и мы, и Европейский Союз, и Вашингтон, и другие международные организации, Армения сейчас просто не может подписать, пока она не уберет это агливые конюшни, которые десятилетиями туда вот эти территориальные претензии к Азербайджану вбивались, начиная конституции, кончая законами, и все они действующие, и пока это не будет это все вычислено, приведено в нормальном состоянии, ничего, подпись Пашиняна не будет играть никакой роли. К сожалению, ситуация вот такая сейчас. Спасибо за столь подробный анализ, у меня сразу же несколько вопросов, я себе тут сразу же их записывал по ходу. Ну, во-первых, требования Зангизурского коридора, как, насколько я понимаю, значит, возможности проезда беспрепятственного от, из западного Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику, я просто взял для примера, чтобы зрителям было понятно, калининградский вариант, Калининград-Россия через Литву. Но в Армении это требование воспринимают как территориальные претензии к Армении и покушение на их суверенные права. В данном случае, что можно с этим сделать? Да, с этим ничего не сделать, если они не перестанут заниматься глупостью, потому что понятие коридор существует в международной практике, есть конвенция ООН по международным этим коридорам, там десятки государств к нему присоединились, есть десятки примеров. Сама Армения кричит о коридоре север-юг, который она хочет свою территорию провести. Через Азербайджан проходит уже несколько международных коридоров, через Грузию они проходят. Поэтому, когда Никол Пашинян говорит, что слово коридор для нас неприемлемо, это экстерриториально, он просто ищет предлог для того, чтобы не подписывать. Дорогому, я объяснял один раз причину. Было принято решение, на самом деле серьезное решение, которое Пашинян объявил примерно два с половиной года назад своему окружению во время заседания правящей партии в Геречане, об этом была птичская информация. Он принял решение, что мы ничего с Азербайджаном подписывать не будем и будем тянуть время. Его на это надоумил один, скажем так, чудак из Парижа на букву М, который пообещал ему, что Франция за тобой стоит, надо посмотреть, что произойдет, война как закончится, вот мы Россию поставим на колени, как Пашинян говорил, вдруг мы откроем глаза России. Он говорил, а вдруг? И они приняли решение тянуть время и ничего не подписывать. Тогда наш президент выступал и об этом говорил откровенно журналистам международным. Он сказал, что Армения тянет время, а я им объясняю, что вы подумайте, подумайте, что в нашем регионе может произойти через год, через два. Тянуть время это опасно. То есть это фактически все понимали, что это было осознанное решение армянских властей не подписывать, тянуть время и они в каждом треке дела выкатили какой-то огромный камень на дорогу, чтобы заблокировать процесс. Вот по картам они выкатили на дорогу карту 1975 года. На этом заблокировали весь процесс. По мирному договору они выкатили карту права армян Карабаха. В общем, было очень интересно. В Вашингтоне и Брюсселе договорили, что будет мирный договор на основе пяти принципов без упоминания вашей этой темы. Как только Путин в Сочи на Валдае объявил о том, что вот в Вашингтоне так они договорились, а мы считаем неправильно, там должен быть пункт о Карабахе, и карабахская тема должна остаться будущим поколением. Пашинян сразу сказал, я совсем согласен с тем, что говорит Путин, я с удовольствием готов подписать такой самый, и он фактически заблокировал весь этот переговорный процесс по политическим документам. И, наконец, по коммуникациям третий трек. Он упрешен, что слово коридор для них неприемлемо, хотя сами мечтают о коридоре через свою территорию север-юг и через Азербайджан, через Грузию проходит столько коридоров. Поэтому это все несерьезные аргументы. Дело это повод, это пустышки. просто надо заблокировать процесс. Ставим на каждом треке один шлагбаум. По политическим вопросам шлагбаум армяне Карабаха, их права и обязанности, будущее Карабаха, хотя Азербайджан заранее говорил, что он никогда не подпишет такое, не допустит вмешательство нашего мусорного дела. По картам, по динамикации, динамикации, это мифическая карта 1975 года и по значит, это по границам, а по коридору, это ангелизорскому коридору, это коридор слова не приемли. И все, они заблокировали все три трека, ожидая, что что-то для них хорошее улыбнется. А сейчас сейчас у них легкая паника, они понимают, что они вступают в турбулентный период, и в Европе не очень-то все хорошо, и в Америке выборы неизвестно, чем закончатся, они вступают в турбулентный период, и у них нет ни подтверждения их ни границ со стороны Азербайджана, ни подтверждения территориальной целостности, ни мирный договор, ничего нет, и теперь Пашинян говорит, хотя бы пакт о ненападении. Господи, какой пакт подписывать о ненападении? О чем ты говоришь? Вот, к сожалению, такая для них картина маслом. Во всем виноваты они сами, это было осознанное решение, на которое их надоумил вот этот чудак на букву М из Парижа. Вот, они и несут ответственность за то, что произойдет дальше, а дальше я ничего хорошего в общем-то не ожидаю для них. Это было что-то. Что хотел спросить? Смотри, очень интересный момент. Ведь Армения не признала Карабах как независимое государство. И тут мы имеем еще одну юридическую коллизию, что если она не признает Карабах как независимое государство, то почему же тогда вот эти оговорки идут в Калмадинской декларации на основании чего? Дело не пытайся там найти какую-то юридическую какую-то основу. Поверь мне, у них юридическая система это шестая палата, это Венегрет. В свое время Качарян избирался президентом, не имея десятилетнего ценза осетлости в Армении. И об этом в Армении все знают. Десять лет у него нет, потому что он в это время был парткомом шок-комбината в Азербайджане, да, все равно ему было наплевать, что это было, значит, противоречило Конституцию. У них в Конституции преамбуле, я говорю, у них уже Карабах воссоединился с Арменией. Как они дальше вели переговоры в рамках армейской группы, если у них Конституции уже Карабах присоединен к Армении. И то же самое вот сейчас Ханихол Пашинян говорит, я готов подписать, а у них действует закон, который запрещает любому должностному лицу Армении подписывать договор с Азербайджаном. Дело не ищи там какие-то юридические системы, ее нету, там винегрет. Это все исходит из того, что они до сих пор живут в философии форпоста, они независимы государства. Они привыкли к этой философии. Границу у них защищает Россия, военная безопасность база Россия, встречает иностранцев в аэропорту российские пограничники, экономика зависит от России, да, не нужно, как в советское время был один фильм популярный, там была песня «Мы не сеем, не жнем, не пашем». «Не пашем, не сеем, мы не строим и мы гордимся общественным устроем». Так вот, армяне для себя выбрали позицию, что они должны гордиться своей историей и предъявлять территориальные претензии к Азербайджану. И все, это форпост. Остальное все будет делать вот этот диаполитический их хозяин и обеспечить их безопасность и экономику и поможет слушать, с чего, там, с соседями разобраться. И эта психология у них не уходит. Они сейчас просто хотят заменить, стать форпостом коллективного Запада. Просто поменять. Русские стояли, пускай сейчас Европейский Союз присылает, пускай они стоят, пускай НАТО стоят, пускай Американцы стоят. Русские помогали экономически, сейчас пускай Евросоюз помогает. А они же все время, всю свою жизнь будут посвящать тому, что они будут гордиться своей великой историей и требовать земли от Азербайджана и от Турции. Проблема в том, что сейчас ни один геополитический игрок не подписывается под такое их желание. Потому что с Азербайджаном Атурецким военным союзом никто не хочет сейчас ступать какой-то серьезный конфликт, ни один игрок. И поэтому со всех сторон рано или поздно им говорят, что ребята договорись с соседями. Американцы сразу сказали, во времена еще Болтона помощника по национальной безопасности и так далее. Больше всех над ними издевается этот чудак на букву М из Франции. Которому я уверен глубоко наплевать на то, что будет с Арменией и с Башиняном. Я это знал, но убедился, когда случайно журналисты зафиксировали это видео, когда Макрон во время какого-то уличного мероприятия к нему подходят дошнаки французские, и он их обнимает, и он говорит, и это попало микрофон. Он говорит, что я больше защищаю Армению, чем Пашиняна. То есть он знает, что у дошнаков плохое отношение к Пашиняну, он еще их науськивает на Пашиняна, что я больше стараюсь для Армении, чем сам Пашиняна. Макрону нужны только голоса вот этих армянских дошнаков во Франции. Ихни деньги, ихни голоса в поддержку. А что будет в результате всего этого его совета с Арменией и с этим Николом Пашиняна, для него это вопрос второстепенный. И поэтому дело, пытаться найти здравый смысл, логику. Я бы не советовал тебе так пустую тратить время. Не найдешься там. Ни здравый смысл не может. Вот сейчас, два дня назад, Европейский Союз уже обнародовал официально важнейшее стратегическое решение. Они приняли решение по серединному коридору. Было два дня там форум инвестиционный, на котором выступил заместитель представителей Европейской комиссии и объявил, что Европейский Союз выделяет 10 миллиардов долларов для Транскаспийского коридора, для серединного коридора, который будет соединять Китай с Европой. На ближайшие годы 10 миллиардов долларов, на 6-7 лет на протяжении они аккумулируют около 300 миллиардов долларов, чтобы от Китая всю Центральную Азию, Транскаспийский коридор, потом даже Азербайджан, Грузия и Турция. 300 миллиардов в течение 60-ти миллиардов. Они создают альтернативную основную евразийскую магистраль, альтернативную тому, что было через территорию России, которой они уже не пользуются. И это серединный коридор. Все, вопрос решен, уже деньги выделяются. И Грузия, и Азербайджан, и Турция, и Казахстан, и другие страны Центральной Азии становятся важнейшим магистралью между Китаем и Европой. Мы три года говорили армянам, давайте открывайте этот коридор. Это не просто Азербайджан, Турция. Это серединный коридор. И вы станете членом этого серединного, составной части этого серединного коридора. Три года они нам отказывали. Какой-то мифический себе коридор придумали Иран, Армения и Европу. Но ни американцы, ни европейцы не будут вкладывать в Иран никакие деньги. У них с Ираном геополитическое противоборство, и пока там не смеется режим, пока Иран не найдет общий язык с Западом, никаких этих не будет. Они к этой абсолютно нереалистической идее носятся, и мимо них прошел серединный коридор. Я читал дочь Вели, дал обширный репортаж с этого конференции, который 29-30 января был, буквально эти дни. Там причисляют и все страны. Там есть Грузия, Армения, Казахстан, Турция, Грузия, Азербайджан, Казахстан, и дальше Китай, и другие центральные азиатские страны, они к этому основному маршруту будут подсоединяться. Армении там нет. Дело я вспоминаю, начало 90-х годов, когда стал вопрос, как вывозить азербайджанскую нефть, когда уже контракт был подписан, была идея, приезжали американские инвестиционные фонды, связанные с армянским бизнесом в Америке, тоже все и так далее. Они предлагали, что давайте этот коридор, этот Баку-Чиган построим через Армению. Мы сказали, у нас с ними состояние войны, где-то поговорить с ними, они готовы отказаться от виталий от прийти к нам. Они поехали в Ерево, им сказали, что нет. Мы в вопросе Карабах, Карабах должен быть наш, мы его азербайджану возвращать не собираемся. Они сказали, что вы теряете вот эту возможность стать этим участником этого огромного проекта. Они сказали, что нет, мы отказывались. Вот тогда-то Баку-Чиган прошел через территорию Грузии, да, и они оказались в этом логистическом тупике, до сих пор они там находятся. У них второй шанс появился после Второй Карабахской войны. Мы им говорили, оттойте за Невизорской коридорой, и вы тоже подключитесь, фактически станете впервые участником такого большого геополического проекта, как Серединный коридор. Три года они в мозге делали, вот повторяется история начала 90-х годов. И сейчас уже объявлено серединный коридор, чешские страны он пройдет, выделено уже 10 миллиардов на начальный период, и 300 миллиардов собираются они потратить в течение примерно 6-7 лет. Армения, как всегда, остается там, где она и была в результате своих этих территориальных претензий, попыток захватить наши территории, и до сих пор она от этой психологии не может отказаться, и опять в пролете. Поэтому я говорил, они не успеют вскочить на этот полет, я сказал в последней своей передаче, что давайте посмотрим, я не верю, успеют, успеют, ну не успели, уже объявлено, уже выделены средства, уже этот большой геополитический проект, новая магистраль, соединяющая Китай с Европой, пройдет и через Азербайджан, и через Грузию, а Армении в этом проекте нет. Ну в принципе Армения может потом подкручиться к этому проекту, ведь какие проблемы? Ну потом, потом, хорошо, потом. Наши условия они знают, наши условия они знают, они подписались под этим условием, они должны были открыть замедливый коридор, и беспрепятственно, чтобы мы могли доставлять свои грузы. Мы предложили им модель, которую ты упомянул, эта модель была согласована с Европейским Союзом для России, в этом нет ничего такого угрожающего территориальной целостности Армении, но все равно они отказываются. Ну хорошо, пускай они сейчас, кстати говоря, они два дня, это как решение объявлено, ни одна армянская СМИ об этом не пишет, как будто у них абсолютный шок. они сейчас понимают о том, что такой важнейший проект, как они в свое время упустили возможность стать коридором для прокачки азербайджанской нефти. Там строится трубопровод, там понятно, что поезд ушел, а здесь ну ты знаешь, дорогой мой, что туда подключиться тоже нужно и инвестиции, и все, и так далее. Если бы заинвизорский коридор они бы открыли, азербайджан предлагал даже свои инвестиции, все так далее, мы свою часть уже достраиваем, там ничего не осталось, да. Если это было бы уже готово, они могли бы за компанией сразу подключиться с нами без каких-то капиталовложений, а теперь они остались в стороне от этого, условия они знают, но я не верю, еще раз говорю, у них психология осажденной крепости или же фарпоста продолжает оставаться, пока они от своей психологии не избавятся, пока они не поймут, что они должны поменять конституцию, убрать оттуда территориальные претензии, поменять герб, убрать оттуда территориальные претензии в Турции, отменить закон о том, что должностные лица Армении не имеют права подписывать мирный договор с Азербайджаном, где Харабах в составе Азербайджана, они должны это отменить, без этого Николай Пашинян ничего не может подписать, они должны отменить десятую поправку Алматинской декларации, где говорится тоже о том, что Харабах уже независимая, они должны перестать официально, они даже сейчас, особенно их Министерство иностранных дел, во всех рассылках во всей международной организации говорят о Арцарской республике, как будто признанной о том, что Азербайджан на нее напал или что-то, этой психологии к миру не идет, дело, абсолютно невозможно с такими подходами добиться мира соседей, мир это просто пустые разговоры, они к миру не готовы. Смотри, значит, еще одна очень важная тема, про транспорт мы поговорили, еще одна очень важная тема, это большой проект, это действительно мегапроект до конца еще не осознан, но я думаю, что этот проект 21 века, это проект будущего проекта чистой энергии. В прошлом или уже в позапрошлом году, это было, я уже не помню, по-моему, ну, в прошлом году, по крайней мере, было уже, значит, что Азербайджан, Грузия, Евросоюз, вот это капель через Черное море, вот таким вот образом, может ли Армения к нему подключиться, потому что шли об этом разговоры и идут до сих пор. Ну, я не знаю, тут есть политическая, конечно, подоплека, если с Армией у нас ничего не будет в плане коммуникации, в плане мирного договора, в плане согласования границ, все и так далее, да, как с политической точки зрения будет выглядеть, чтобы она туда была подключена, они хотят этого, они вырезали это желание, что они тоже в этом заинтересованы, но у меня, по крайней мере, я не готов говорить, что это возможно или нет, просто у меня есть определенные такие сомнения, что если мы ни по каким другим вопросам не договоримся, можно ли будет их туда инкорпорировать туда тоже. Сомневаюсь, дорогой, Азербайджан этим серьезно занят, Грузия этим серьезно занята, вообще некоторые говорят, что почему нефтедобывающие страны сейчас вот по зеленой энергетике, по климату, по всему проводят эти форумы, сейчас следующий будет в Азербайджане этот огромный международный форум в конце этого года, да, но это наоборот, это закономерность, вот я обратил внимание, первым на зеленые энергетики стали вкладывать деньги кто? Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, ну у них там солнца много, блин. Солнца много, или же компаний, BP, то есть кто зарабатывает деньги на нефти, он в первую очередь беспокоится, что когда будут найдены альтернативные источники энергии, да, чтобы они не оказались вне игры, и поэтому они часть своих прибыли изначально сейчас складывают перспективные и альтернативные источники энергии, чтобы и в будущем играть роль поставщика энергии, ну на этот раз чистой энергии, да, поэтому то, что в первых рядах идут Саудовская Аравия, там Объединенные Эмираты, Азербайджан, или там BP, или ExxonMobil, это наоборот, это закономерно, именно и такие страны, таких компаний, которые в основном свое строили экономическую базис на углеводородах, они в первую очередь должны и беспокоиться, и у них есть реальные средства свободные, чтобы вкладываться в эти перспективные новые разработки, в этом ничего удивительного нет. Не понимаю, в чем дело, я просто по аналогии, я помню разговоры, ну я же тоже не первый год, что называется во всем этом деле, я помню разговоры об Аку-Тбилиси-карс, я помню разговоры о том, что ну Армения очень сильно протестовала, что в Аку-Тбилиси-карс строится дорога, хотя она изначально задумывалась вообще как дорога между Турцией и Азербайджаном, то есть какой-то особый, да, были разговоры и Миша об этом говорил, что, мол, знаете, это будет дорога, которая позволит нам сесть в поезд и доехать до Лиссабона, до берега Атлантического океана, ну действительно, так, на самом-то деле такая возможность, сейчас есть другое дело, что пока не пущен пассажирский поезд, но это тоже, за этим тоже дело не станет, но во многом протесты Армении были связаны с тем, что вот дорога строится, а им нельзя участвовать в этом, правильно, то есть пользоваться этой дорогой, потому что если бы можно было пользоваться этой дорогой, то это была бы ежеледная дорога, внимание, между Россией и Арменией. Да, ну дорогой мой, опять-таки, мы упираемся вот в особенности менталитета, вот я вспомнил историю начала 90-х годов, вы знаете, они просто сказали нет, они сказали, мы согласны нефтепроводам через Армению, мы с удовольствием, но и Карабах и наши, то есть мы территорию заберем, еще Азербайджан просто качает нефть в нашей территории, я это вспомнил в связи с тем, что они про Карс говорили. Дорогие мои, вы имеете тритеральные претензии и к Азербайджану, и к Турции. Вы до сих пор от них еще официально не отказывались. Мы пытались это реализовать в Азербайджане. А перед войной, кстати говоря, многие не догадываются, не думают о том, почему Турция так очень серьезно стала рядом с Азербайджаном во время Второй Карабахской войны. Да, она не допустила вмешательства других государств. Да, Эрдоган сказал, что если третье государство туда вмешается, они увидят перед собой Турцию. Поэтому турецкие F-16 стояли у нас в аэродромах, но они не взлетали, не участвовали в боевых действиях. И все знали, и Иран знал, и Россия знал, попытка вмешательства в эту войну означает, что им придется уже тогда воевать и с Турцией тоже. Это был самый важный фактор. Но дело многие забывают, что буквально за несколько месяцев до Второй Карабахской войны Никол Пашинян провел большое мероприятие годовщину Северского договора и объявил о том, что Северский договор он продолжает сохранять свою актуальность юридической силы это Чепуха, там надо то, что она сохраняет, это еще юридическая сила или что-то. И призвал восстановить, возобновить коалицию государств, подписавших Северский договор. Ну, когда Турции это прочли, наверное, первая мысль была, он сошел с ума. А вторая мысль была, пустите нас, Азербайджан, ты ваши ни во что вмешивайся, мы сами их порвем, как тузик тряп. Нам еще приходилось удерживать турок, что ребята, это наша война, мы сами справимся, вот вы, спасибо, что вы не допускаете, чтобы Россия или там Иран кто-нибудь вмешивались. Но турки сами были сбешены, что это маленькая арбитник, он пошинял, говорит о восстановлении коалиции, подписавших Северский договор, который ставит свою цель расчленить Турцию на 5-6 частей, чтобы Армения получила свою часть, там, 6 вилает и так далее, да, и он до сих пор они этим живут. И это говорил этот самый, миротворец, Николай Пашинян говорит. Нет, ну, сейчас-то, сейчас-то в Армении говорят о другом, сейчас в Армении это беспокоится, и я вижу, что это искреннее беспокойство, хотя вот мне было бы интересно узнать про это, то сейчас территориальные претензии... Вот ты хорошую тему затронул, извини, пока я не забыл скажу. В последнем выступлении Николая Пашиняна. Он говорит о том, что, вот с днем армии, он говорит о том, что больше половины призывников, значит, уходят от службы в армии. Больше половины, белые, свыше 50% призывников, увиливают от службы в армии. Во время войны у них официально было 10 тысяч дезертиров. Это уголовные дела по фактам дезертирства, официальная цифра, которую они не раз повторяли. Свыше 10 тысяч уголовных дел о дезертирстве. Это примерно 20-25% их армии, если что, там 40 тысяч они туда направили в Карабах в свое время, потому что остальные были местные армяне, это примерно 1 четверть, 25% во время войны оказалось дезертировать. Сейчас больше 50% не хотят идти служить в армии. И Никол Пашинян говорит о том, что есть сговор между военкоматами, медицинскими учреждениями, и этот сговор нужно сломать, иначе наше государство в вашем предстане существовать. Дорогой мой, имея такое состояние за спиной, эти люди еще 3 года блокируют мирный процесс с Азербайджаном отказываются согласовать и открытие коммуникации, и вопросы границ, и подписания мирного договора. Ну что сказать? Посмотри, и они нам предлагают договор о нападении. Но я понимаю, азербайджанская армия за 44 дня их разгромила в Карабахе. Потом за одни сутки, за 23 часа чем-то мы завершили остатки этой военной группировки, которая была в Карабахе. Для того, чтобы занять Зангизур, азербайджанская армия нужно примерно 40 минут времени. Потому что территория Нахчевания особая армия, у нас отдельная особая армия, а на материковой части Азербайджана стоит второй армейский корпус, который освобождал все эти южные районы. Там длина между узкой доходит до 40-50 километров. Надо с двух сторон пройти примерно по 25 километров максимум, чтобы как встреча на Эльбе посредине Зангизура обняться и поздравить друг друга. Столько нужно времени, чтобы пройти 25 километров нашей армии, нынешней ее мощью возможностями. 40 минут, 30 минут мы этот вопрос можем решить. И понятно, почему Никол Пашинян хотел бы иметь договор пакт о ненападении. А что они нам могут сделать, чтобы мы должны с ними подписывать пакт о ненападении? Ну, хорошо, у них будет товарищеский матч сборной Бразилии, давай они предложат им подружески, давай честно, поровну, вы нам не забивайте, мы вам не забивайте. Не будем вам забивать. Какие-то смешные, несерьезные разговоры. Вместо того, чтобы заняться делом. Три года было. Три года для того, чтобы подписать и мирный договор, и с границы подтвердить, и территориальную целостность подтвердить, и коммуникации открыть, и сейчас Армения вместе с нами была бы в этом серединном коридоре. Наш президент их уговаривал, говорил, они тянут время, я им говорю, что вы посмотрите через год, через два, что может произойти, не тяните время. Ну, послушались этого чудака на букву М из Парижа, и вот оказались в такой ситуации. Я про тревоги сейчас с армянской стороны, потому что многие армянские эксперты и в пабликах, и везде говорят о том, что у Азербайджана есть территориальные претензии к Армении, Азербайджан хочет захватить, более того, они ссылаются на заявление Ильхама Алиева, в частности, на то, что Ильхама Алиев рассказал о Ереване, о том, что сказал, что это был азербайджанский город, и так далее, вот в этом плане. Давай я у тебя прямо спрошу, есть у Азербайджана по-твоему территориальные претензии к Армении? Дело. Азербайджанский президент всегда подчеркивает, что у нас нет территориальных претензий к Армении. То, что он говорит о Ереване, это история наша, мы ее никогда не забываем, нашу историю, и тут нечего скрывать, это просто факт официальный, что к нам в начале 20 века обратились, что Армения не может найти себе столицу, потому что такого государства, как Армения, она прекратила свое и в 4 веке ее поделили между собой Римской империей и Сосанинской Ирана. С того времени здесь в этом регионе было там Киликтийское царство в средние века, но она была не здесь. Поэтому, когда Россия пришла, она захватила, здесь завоевала 10 азербайджанских ханств и грузинское царство. Одни добровольно вошли, другие с боями, Карабахское ханство подписало Кирокчайский мирный договор с Россией, Ириванское ханство боролось до конца, было 3 наступления российской армии на Ириванскую крепость. Третьи попытки, через 25-26 лет после первой попытки, с третьей попытки осада полгода российские войска смогли взять Ириванскую крепость, в честь этого была учреждена медаль Российской империи за взятие крепости Ириван, это был мусульманский город, очекание на 8 минаретов, такой красивейший город мусульманского Востока, там Паскевичу дали еще звание граф Ириванский и все и так далее, да, это все наша история, мы про это говорим, рассказываем, а что мы свою историю должны забыть, что ли, когда они говорят о территориальных претензиях, они сейчас начали уже искать какую-то предлогию, что-то выдумывать, наше дело, они нас критиковали, что мы применяем зеркальный принцип, этот зеркальный принцип мы применяли, и он очень хорошо сработал, ходите, в Азербайджане права армянского населения, хорошо, такие же права должны иметь азербайджанцы в Армении, зеркальный принцип, и так далее. В нескольких таких вещах мы это продемонстрировали, и они поняли, они стали сейчас говорить, что вот там мы не ставим вопрос прав карабах армян, то же автоматически мы ставим вопрос права азербайджанцев, которые хотят вернуться в Армению. Теперь дело, они хотят попугайничать, попытаться играть в зеркальную игру с нами. Вот у них в Конституте есть преамбула, в котором говорится о декларации, а в декларации говорится об соединении Карабаха и Армении, что они уже соединились, да, и естественно говорим, что их надо убрать. Теперь они выдумывают, что у Азербайджана в Конституте тоже есть положение, которое надо убрать. Четко не говорят в чем дело, но они хотят зеркальный принцип, да, но под тем разговором, которые я слышу, в дипломатических кругах, почему они официально об этом пока так четко не сказали, потому что их дипломатами высменили, они имеют в виду, что мы себя считаем наследниками Азербайджанской демократической республики, АДР, так мы провозглашили своей декларацией независимости. Это естественно, это политический был вопрос, мы считаем советский период нашей истории это периодом оккупации, мы считаем 11-ю Красную Армию, которая пришла на Южный Капказ, оккупационную армию, она оккупировала и Азербайджан, и Грузию, и Армению, но может Армения будет считать, что ее не была оккупирована, она считает себя правоприемником Советско-социалистической республики Армении, это их не дело, каждый имеет свое отношение к своей истории. Мы считаем период советской периодом оккупации, поэтому мы не можем объявить себя правоприемником оккупационного режима, который тем более не был независимым, а был в составе Советского Союза. Точно так же поступили и Прибалтийские республики, и там, и многие другие, которые провозгласили себя правоприемниками тех демократических республик, которые у них были до их оккупации. То же самое Азербайджан сделал. Причем тут территориальная претензия к армии. Мы Азербайджанская демократическая республика, потому, еще раз повторяю, мы правоприемники, что мы после этого период считаем периодом оккупации. Оккупация со стороны Российской Федерации, там еще не была Федерации, 11-й Красной Армии. Они начинают выдумывать вот такие вещи, чтобы показать, что мы тоже должны зеркально поменять Конституцию. Тем самым они добьются одного, мирного договора вообще не будет. То есть, они каждый раз будут выдумывать вот такие вещи, над которыми даже все дипломаты смеются и эксперты смеются. Ну, хорошо, выдумывайте. Еще раз говорю, дело, у них психология фарпоста. Пока что еще государственной психологии отношение к этому государству как с государственным мышлением, у них это не сформировало. Они, кстати, сами признают, на днях их спикер парламента и Пашинян в своих публичных выступлениях говорят, нам нужно понять кто мы, что мы. Мы государство или мы миф? Я добавил бы к этому государство или фарпост. Пока общество их не поймет, не осознает, что нужно не мечтать о шести вилетах Армении или половину Азербайджана. Нужно нормально выстроить государство в те границы, которые вам сейчас достались. Но пока что психология фарпоста и те выдумки, которые я говорю, о которых ты сейчас эту тему затронул, они просто из пальца высасывают предлог, чтобы сказать, что у Азербайджана точно такие же, но где в азербайджанских законах написано такое же, как у них написано, что у них написано в законе, что никто не имеет права подписывать с Азербайджаном договора, где Карабах в составе Азербайджана. Вот у них действующий закон. Он должен быть отменен. Если не должен быть отменен, тогда никого Пашинян не имеет права подписывать никакого договора. Или Алматинскую декларацию, десятую поправку. Если они не отменят, то на основе Алматинской декларации у нас с Арменией методом договора быть не может. Потому что у них в законодательстве написано, что автономии должны самостоятельно входить в состав СНГ, и они это сделали именно для Карабаха. исключения. И так далее, и так далее. Сейчас они пытаются сделать вид, что мы тоже должны менять свою Конституцию, мы должны что-то менять, потому что им стыдно может быть. Они не могут откровенно сказать своему обществу, ребята, мы такое напортачили в своих законах и Конституции везде, что это анормальное. Они это косвенно говорят. Нам нужна новая Конституция, нам нужен новый герб. Надо привести соответствие с геополитическими реальными. Насчет нового герба я не слышал. Ну да, вот два-три дня они говорят, что у нас герб даже разбирательство провел спикер парламента. Один раз Никол Пашинян сказал, почему у нас на гербе территория другого государства. Пашинян об этом заявил полгода назад. А спикер парламента буквально два-три дня причинам герб. Ну обычно в Армении я слышал следующее возражение, что на гербе Турции изображена луна, но это же не значит, что луна принадлежит Турции. Нет, это шутка. Потому что если бы луна конкретно принадлежала какому-то государству, это государство имело право заявить протест Турции, что эта луна принадлежит мне, а ты взял это в свою герб отрасль. Но так как луна принадлежит всем, месяц, полумесяц принадлежит всем. У десятков государств гербе и знамени есть этот полумесяц. Поэтому то, что ты говоришь, это не то, что какой-то умный, удачный артикулятор. Это шутка несерьезная. Это аргумент его воспринимать невозможно. Понятно. И ну в принципе у нас уже не так много времени остается. Мы в принципе разобрали. Но опять-таки приходится. Ты знаешь, я вчера на передаче с Расимом Мусабековым сказал, что у нас получается как в Сеньоре Робинзоне, когда он приходит в этот сделанный кинотеатр. Помнишь, да, когда приходится садиться и говорит, что у нас сегодня? А, про море. У нас получается опять про море. но ну а что делать, если действительно море и море? Скажем так. И в связи с этим очень простой вопрос. Если решение есть, по серединному коридору есть. В то же самое время Европарламент принимает резолюции против Азербайджана. В пассе, что было, мы это с тобой не обсудили, но мы обсуждали это много раз. Уже в пассе, что произошло, мы тоже видели. Там так или иначе тоже депутаты из Европейской страны. Я понимаю, что там депутаты. Получается, что правая рука не знает, что делает левая? Дорогой мой, ну давай договоримся так. Есть европейские структуры, которые действуют в принципе в Канцинске, в котором значит коллективная воля всех государств. И они принимают основные решения, допустим, Еврокомиссия и так далее. Есть Европарламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы. Это структуры с обещательным характером. Там депутаты представляют свои партии. Большинство, многие депутаты являются оппозиционерами в своих странах. Они не выражают позицию своего государства. Более того, они голосуют против политики своего государства. И поэтому-то они ни за что не отвечают. У них есть только совещательные какие-то голосы. И они подчиняют только партийной дисциплине европейские левые. Вот в последствии собрались европейские левые. Из 306 депутатов пришло там, я не знаю, может около 80 человек примерно пришло. То есть примерно там одна четверть принимал участие, и именно левые социалисты, социал-демократы, они сгруппировались, основные вообще не пришли, не принимали участие на этом мероприятии. еще раз говорю, многие там депутаты являются оппозиционерами своих стран. Поэтому, когда мы говорим о Европе, меньше всего мнение Европейского Союза отражает именно Европарламент или же, допустим, парламент Ассамблеи Союза Европы. Позицию Европейского Союза отражает Европейская комиссия, другие политические институты, которые действуют сегментом консенсуса. И там как раз таки утверждались эти планы по серединному коридору, там было подписано, с ними именно мы подписывали декларацию совместную стратегическому партнеру Европейского Союза и Азербайджана в сфере энергетики, за это госпожа Урсулу, потом французские и армянские депутаты кляли на всех углах и так далее. Это мнение Европейского Союза. А Пассе собрались там даже к форуму. Пассе это не Европейский Союз, я понимаю. У них даже принципа к форума нет. Они собрались там, собираются 40 человек, какая-то фракция, остальные говорят, что нам это вопрос неинтересно, 40 человек приходят из 306, голосуют и говорят, что мы приняли его. И все это совещательного характера, рекомендательного характера, документы, и поэтому это не серьезно. Это не серьезно. Вот Армения, вот давай так посмотрим, да, логическая цепочка. Она что, добилась большого успеха в Пассе? Через два дня Европейский Союз обнародовал свои планы Азербайджану как часть серединного коридора. Серединный коридор выделяется 10 миллиардов на ближайшие годы, и 300 миллиардов будут аккумулироваться в течение 6-7 лет для того, чтобы новая международная магистраль, основная евразийская Это, кстати, очень интересно. Это означает, что они не ждут открытия российской стороны. Они делают новый маршрут и Россию исключают. Да, и Россию исключают из этого проекта, и фактически получается, что Армении там нет. И поэтому, что считать вашим успехом на европейском тренге? Для армян успех это то, что в Пассе 60-70 депутатов из 306 с совещательными и рекомендательными характером документов выступили против Азербайджана, а мы считаем успехом Азербайджана то, что Европейский Союз решил оказать стратегическую поддержку серединному коридору. Кстати, документ Deutsche Welle об этом, то есть большой репортаж Deutsche Welle, он называется именно так, заголовок там внесено такой, что Европейский Союз решил инвестировать 10 миллиардов в Транскаспийский коридор. Все понимают, что основное звено это именно Транскаспийское звено, потому что по суше от Китая через Казахстан приходит Каспийскому морю, там уже Транскаспийский, а там уже на другом берегу ждет Азербайджан, дальше сотрудничество с Грузией, это все идет дальше, ну вот что считать для нас международный успех это вот это международный успех, а для них международный успех, что приняли ничему не обязывающую эту бумажку голосами там 70 депутатов из 306, ну хорошо. Нет, ну просто в Армении считают, что при их связях с Европейским Союзом у них есть всегда время для того, чтобы со временем присоединиться к этому транспортному все. Ну, дорогой, когда, для того, чтобы присоединиться, они должны будут открыть Зангизурский коридор, да. В будущем откроют Зангизурский коридор, хорошо. Ну, в общем, да. В общем, да, позиция понятная. Большое спасибо, большое спасибо, Эрдар, за очень интересную беседу, и большое спасибо всем нашим друзьям, которые были сегодня с нами. Всего доброго. До встречи. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.